Привет, с вами Евгений Смирнов. Сегодня мы с вами поговорим о самых необычных продуктах, которые продаются в интернете и на которых делаются отличные деньги. Если вы сейчас завтракаете или обедаете, то лучше отложить это на потом, потому что мы будем говорить не о самых таких эстетичных вещах, просто потому что красивые и интересные вещи их продать легко, а вот что-то такое, что уже заходит за рамки нашего понимания, это продать сложнее. Сейчас мы находимся на сайте, где продаются одноразовые туалеты, скажем так, то есть щитбакс, то есть коробки для того, чтобы ходить в туалет. Это невероятно. И вот логотип этого сайта, это вот какашка, маленький Джек ее зовут, говорит, привет, я маленький Джек. Здесь описывается история этого сайта, как создатель этого сайта был на природе, и ей пришла идея вот как раз создать такую коробку в связи с тем, что она испытывала вот дискомфорт при хождении в туалет на природе. Из этого получился отличный бизнес. Эти коробки продаются сотнями копиями в день. Очень хорошие продажи у этого сайта за счет того, что просто сама идея очень оригинальна и интересна. Представьте себе, даже на каких-то картонных коробках, предназначенных для туалета, делаются огромные деньги. Вот описание этой коробки, строение, как она выглядит. Здесь еще поддерживается идея о сохранении природы. Вот одна коробка стоит 18 фунтов. Это неплохие деньги. То есть вот как люди делают бизнес в интернет. Даже так, даже на одноразовых картонных туалетах. Это просто невероятно. Итак, следующий пример. Чувак продает мусор. Вы только представьте, мусор. Он берет со свалки мусор города Нью-Йорк, запаковывает его в такой прозрачный пластмассовый куб и продает. То есть, возможно, это связано с неповторимостью города Нью-Йорк, с ностальгией, которую люди испытывают, когда уезжают оттуда. Здесь задействована масса триггеров, но сама идея очень интересна. Представляете, человек сделал состояние на том, что продает мусор. Все выбрасывают, а он берет это и продает. Это говорит просто о невероятной изобретательности в области бизнеса, особенно людей с западным менталитетом. Абсолютно разные наборы этого мусора. Как мы видим, здесь шарики, разные пластиковые карты, какие-то отходы от их систем быстрого питания. Starbucks знаменитый. Я так понял, это перо голубя, потому что голубей в Нью-Йорке полно. Вилки, пакеты, в общем, продается это тоже очень хорошими темпами. И, ну что мы можем сказать? Вы представьте, вы думаете, будет ли продаваться мой диск по фотошопу? Будет ли продаваться моя информация по бухгалтерии? Чуваки, мусор продают. Продают какие-то коробки, блин, для туалета. А вы еще находитесь в раздумиях. Итак, это действительно очень такой интересный пример, когда человек продает мусор. Я долго искал этот сайт, но сейчас еще кое-что. На iTunes. iTunes это сайт, который продает приложения для продукции Apple. То есть это могут как платные быть предложения, так и бесплатные. Очень много разных небольших программ. Вот мы сейчас находимся на Apple App Store. 15-летний парень. Я, конечно, не нашел эту программу, этот плагин. Но, тем не менее, в общем, что он сделал? Просто подумайте над этим. Ну, особо слабонервным и таким интеллигентным людям я рекомендую выключить сейчас на этом моменте видео. Потому что, не знаю, как вы к этому отнесетесь. Но, по крайней мере, для меня это было поразительно. Я очень смеялся. То есть он просто записал разные виды того, как он, скажем так, пукает. То есть он по-разному пукал и записывал это на диктофон. Потом он нанял программиста за 80 долларов. И тот ему сделал синтезатор. То есть человек может купить это приложение и с помощью разных звуков пуканье, так скажем, составить собственную мелодию. То есть синтезатор. Этот плагин, скажем так, это дополнение, оно продается за несколько долларов. Но парень, тем не менее, зарабатывает 15 тысяч долларов в месяц. 15-летний парень зарабатывает 15 тысяч долларов в месяц на такой идиотской идее. Но дело не в том, что она идиотская. Дело в том, что она пользуется популярностью. И есть люди, которые готовы за это платить. Ваша идея создания бизнеса может быть гениальной. И вроде бы все говорит о том, что бизнес пойдет. Но когда вы начинаете делать, если вы начинаете делать, то часто оказывается, что это не так. С другой стороны, с виду идея может быть просто идиотская. Просто все говорят вам вокруг, что это не будет продаваться. И логика подсказывает вам, что лучше не нужно этим заниматься. Но если вы пробуете, то часто бывает так, что это идет. То есть это продается. Внешность часто бывает обманчива, а результат непредсказуем. Но главное остается единым. Просто попробовать. С вами был Евгений Смирнов. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok